План подавления протестов на востоке Украины санкционирован ЦРУ. Об этом заявил бывший глава СБУ Александр Якименко, объявленный в розыск новыми киевскими властями. По его словам, документ пришел уже в готовом виде, осталось только принять его к исполнению. В пользу этой версии говорит тот факт, что в конце прошлой недели на Украину прилетал сам глава ЦРУ Джон Брэннон. О том, что он привез, а также об особых отношениях нынешнего главы СБУ Наливайченко с американской разведкой, и Якименко рассказал в эксклюзивном интервью нашему коллеге Евгению Попову. Джон Брэнон в Киеве не помогал украинским силовикам в поиске решений по подавлению манифестаций на востоке. Глава ЦРУ привез из Ленгли готовый план. Его детали уже через несколько часов озвучил ИО президента Турчинов. Широкомасштабная операция с использованием вооруженных сил. Господин Брэнон, прибыв в Соединенных Штатов, привез указания, привез распоряжения, что нужно делать, как нужно делать и какими силами выполнять те задумки, которые сделали в ЦРУ. Главным куратором операции против восставшего востока назначен Валентин Наливайченко, глава СБУ. Это он заявил, что войска будут стрелять в манифестантов на поражение. Еще три месяца назад при прежней власти он был подозреваемым по делу о шпионаже. Наливайченко, по данным СБУ и прокуратуры, уже более 10 лет является агентом ЦРУ. Детали вербовки в уголовном деле тоже изложены. Нами была получена информация, что господин Наливайченко в период своего пребывания в должности генерального консула Украины на территории Соединенных Штатов был завербован спецслужбами Соединенных Штатов Америки. В этом спецслужбам значительно помог его коллега господин Кондратюк, который также находился в консульстве в тот период от Украины. И по нашим данным этот сотрудник был завербован спецслужбами ранее. Тандем работает и сейчас. Наливайченко, глава СБУ Валерий Кондратюк, начальник департамента контрразведки. После вербовки, предположительно она состоялась в период с 2001 по 2003 год, Кондратюк везде следовал за Наливайченко. Сначала они вместе работали в консульстве, затем после победы оранжевой революции вместе пришли в СБУ Наливайченко главой, Кондратюк руководителем аппарата. Будучи всегда в тени шефа, непубличный Кондратюк выступает в роли связного между Наливайченко и ЦРУ. Связка для американской спецслужбы «Удачная тандем» уже повторно взбирается на вершину власти и четко исполняет поставленные задачи. В данном случае американцами создана такая территория управляемого хаоса, которая позволяет сломать тот мост между Европой и Россией. Переговоров между митингующими и киевскими властями ждать не стоит, уверен Якименко. Майдану во что бы то ни стало нужны президентские выборы и как можно скорее, чтобы успеть себя легализовать хотя бы номинально, пока манифестации на Юго-Востоке не перекинулись и на другие регионы. Кандидат от Майдана уже назван олигарх и медиамагнат Петр Порошенко, назначенные те, кто будет отвечать за подсчет голосов. Выборы будут не совсем честные. ЦВК находится под контролем так называемой спильной справы, которую контролирует Данилюк. И он был и по нашим данным является агентом английских спецслужб. Боевики Александра Данилюка во время событий на Майдане брали штурмом Минфин и Минэнерго. Грозились захватить таможню, но неожиданно лидер движения спильна справа пропал. Сначала из Борисполя в Лондон по британскому паспорту вылетела жена Данилюка, Светлана Суродина. На этих кадрах она как раз проходит контроль. Позже с помощью посольства Великобритании был вывезен из страны и глава семьи. Но теперь перед выборами Данилюк вернулся. Эти выборы никаким образом не приведут к наведению порядка, только усугубят развитие данной ситуации. Чем дальше подходит срок выборов, тем больше протест народа. Народу не интересны эти выборы. Сейчас идет давление на народ в позиции силы. Поэтому народ не воспринимает. Народу такие выборы не нужны. В СБУ, по данным генерала Екименко, уже готовятся и к поствыборным пропагандистским кампаниям. Там, вероятно, уверены в результатах. Специалистам отдан приказ оцифровать документы времен КГБ. Особое внимание к борьбе Советского Союза с националистическим подпольем на Украине. Бывший глава СБУ считает, что архивы оцифровывают с целью фальсификации. И в скором времени стоит ждать от Наливайченко сенсационных откровений о злодеяниях советских спецслужб. Евгений Попов, Рубен Миробов, Ренат Гориев, Артем Игнатьев. Вести. Москва.